Притча о прощении «Почему ты решила, что Бог тебя к себе возьмет?» – спросила смерть. «Ну как же, я столько страдала, что заслужила покой и любовь Бога», – ответила женщина. «Ха, отчего именно ты страдала?» – спросила смерть. «А когда я была маленькой, меня всегда несправедливо наказывали родители. Они били меня, ставили в угол, кричали на меня, словно я совершила что-то ужасное. А когда я училась в школе, мои одноклассники издевались надо мной и тоже били и унижали. Когда я вышла замуж, мой муж все время пил и изменял мне. Мои дети всю душу измотали мне, а в итоге даже на мои похороны не пришли. Когда я работала, мой начальник все время кричал на меня, задерживал зарплату, оставлял меня по выходным, а потом вообще уволил, не заплатив мне. «Соседи сплетничали обо мне за моей спиной, наговаривали, будто я гулящая женщина. А однажды на меня напал грабитель и украл мою сумку и изнасиловал меня. «Ну а что ты сделала хорошего в своей жизни?» – спросила смерть. «Я всегда была ко всем добра, ходила в церковь, молилась, обо всех заботилась, тянула все на себе. Я испытывала столько боли от этого мира, как и Христос, что заслужила рай». «Ну хорошо», – ответила смерть, – «я тебя поняла. Осталась маленькая формальность – подписать один договор и прямиком в рай». Смерть протянула ей листок с одним предложением, под которым нужно было поставить галочку. Женщина посмотрела на смерть и словно ее окатили ледяной водой. Сказала, что не может поставить галочку под этим предложением. На листке написано было «Я прощаю всех моих обидчиков и прошу прощения у всех, кого обидела я». «Почему ты не можешь простить их всех и попросить прощения?» – спросила смерть. «А потому что они не заслужили моего прощения. Потому что если я их прощу, это значит, ничего не было. Это значит, они не ответят за свои деяния. А мне просить прощения не у кого. Я никому ничего плохого не сделала». «Ты уверена в этом?» – спросила смерть. «Абсолютно». «А что ты чувствуешь к тем, кто тебе причинил столько боли?» – спросила смерть. «Я чувствую гнев, злость, обиду. Это несправедливо, что я должна забыть и стереть из памяти то зло, что совершили по отношению ко мне люди. А что, если их простишь и перестанешь испытывать эти чувства?» – спросила смерть. «Женщина на какое-то время задумалась и ответила, что внутри настанет пустота. А ты всегда испытывала эту пустоту в сердце. И эта пустота обесценивала тебя и твою жизнь. А те чувства, которые ты испытываешь, придают значимости твоей жизни. А теперь ответь, почему ты испытываешь пустоту? «А потому что я всю жизнь думала, что те, кого я любила и те, ради кого я жила, оценят меня. А в итоге они разочаровали меня. Я отдала свою жизнь мужу, детям, родителям, друзьям. Они это не оценили и оказались неблагодарными». Перед тем, как Бог попрощался со своим сыном и опустил его на землю, он произнес ему напоследок одну фразу, которая должна была помочь ему осознать жизнь в себе и себя в этой жизни. «Какую?» – спросила женщина. «Мир начинается с тебя». «А что это значит?» «Вот и он не понял, о чем это ему сказал Бог. Это о том, что за все в этой жизни происходит ответственность несешь только ты. Страдать тебе или быть счастливой выбираешь ты. Так объясни мне, кто именно тебе причинил столько боли?» «Получается, я сама себе?» – дрожащим голосом ответила женщина. «Так кого ты не можешь простить?» «Себя?» – плачущим голосом ответила женщина. «Простить себя – это значит признать свою ошибку. Простить себя – это значит принять свое несовершенство. Простить себя – это значит открыться для самой себя. Ты причинила сама себе боль и решила, что в этом виноват весь мир, и они не заслуживают твоего прощения. И ты хочешь, чтобы Бог принял тебя с распростертыми объятиями? Ты решила, что Бог похож на мягкотелого глупого старика, который откроет двери для глупцов и злобных страдальцев? Ты думаешь, что Он сотворил совершенное место для таких, как ты? Вот когда сотворишь свой собственный рай, где в первую очередь тебе, потом и остальным будет хорошо, вот тогда и постучишь в двери небесной обители. А пока Бог дал мне указание отправить тебя снова на землю, чтобы ты научилась создавать мир, в котором царит любовь и забота. А тот, кто не может позаботиться о себе, живет в глубоком заблуждении, что он может позаботиться о других. Знаешь, как Бог наказывает женщину, которая себя считает идеальной матерью? Как? – спросила женщина. Он посылает ей детей, чьи судьбы ломаются на ее глазах. Я поняла, – сказал женщина. Я не смогла сделать своего мужа любящим и преданным, не смогла детей вырастить счастливыми и успешными, не смогла сохранить очаг, где были бы мир и гармония. В моем мире все страдали. Почему? – спросила смерть. А потому что я хотела, чтобы все меня жалели и сострадали, но никто так и не пожалел меня. И я подумала, что Бог меня точно пожалеет и обнимет. Запомни, что самые опасные люди на земле – это те, кто хочет вызвать к себе жалость и сострадание. Их называют жертвами. Ваше самое величайшее невежество заключается в том, что вы думаете, что Богу нужна чья-то жертва. Он никогда не впустит в свою обитель того, кто кроме боли и сострадания ничего не познал, ибо эта жертва будет сеять боль и сострадания в своем мире. Отправляйся обратно и научись любить и заботиться о себе, а потом и о тех, кто живет в твоем мире. А для начала попроси у себя прощения за невежество и прости себя за это. Женщина закрыла глаза и начала путь заново, но только уже под другим именем и у других родителей. Субтитры создавал DimaTorzok